В эфире программа Иркутск сегодня. Мы говорим о городе и его людях. В студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! Лето, как всегда, стремительно и неожиданно подходит к концу. Последний месяц прекрасной поры – это особенно горячее время для дорожников, ведь они должны закончить ремонт до сентября. В этом году все объекты в Иркутске ремонтируют комплексно. Что это значит и как преображается Октябрьский округ, мы поговорим сегодня в программе. А пока давайте посмотрим сюжет о ремонте улицы Волжской. В Октябрьском округе Иркутска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют Красноярскую, Депутатскую и Арофлотскую улицы. Работа кипит и на Волжской. Полностью обновляют участок от Депутатской до Байкальской. К ремонту подходят комплексно. Один подрядчик берет на себя дорогу, тротуары, бордюры, ограждения, высадку газонов и деревьев и все благоустройство. Здесь уже полностью заменили и расширили пешеходную зону, положили первый выравнивающий слой асфальта. Теперь готовят к асфальтированию межрельсовое пространство. Именно обилием трамвайных путей отличается Октябрьский округ. Поэтому подрядчикам приходится работать по ночам с 11 вечера до 6 утра, чтобы днем не затруднять движение городского транспорта и придумывать, как сделать максимально комфортными и долговечными те участки, где автомобиля нужно пересекать рельсы. На перекрестках будет устройство резино-железобетонный модуль для удобства и для обслуживания. Как мы знаем, на трамвайных путях у нас идет разрушение асфальта, потому что полотно трамвайное довольно-таки нестабильное. И чтобы асфальт не разрушался, мы на перекрестках предусмотрели вот эти резиновые плиты для более удобного переезда на перекрестках. Также здесь будут установлены консоли для знаков, новая разметка в термопластике, гранитный бордюр, будут обустроены пандусы. Ремонт идет по графику. Завершить дорожные работы в округе планируют до 15 августа. А к сентябрю полностью закончить благоустройство, установить дорожные знаки, нанести разметку. Интенсивной работой довольны и пешеходы, и автомобилисты. Очень хорошо, удобно, комфортно. Здесь нормально, хорошо, и после дождя чистенько. Конечно, везде делают, ремонтируют, приятнее ездить. Стало комфортнее с коляской гулять с ребенком. Ждем, когда доделают все-таки. Вот ждем, когда доделают, да? Уже в ходе ремонта независимые эксперты проверяют качество асфальта, делают вырубки и отправляют пробы в лабораторию. Также работы, выполненные в рамках национального проекта, контролирует Росавтодор. Гарантийный срок ремонта внушительный. На нижний слой асфальта до 8 лет, на асфальтобетонное покрытие до 5 лет. Марина Беклемишева, Павел Рютин, Иркутск. Сегодня. И в гостях у нас сегодня заместитель мэра, глава Октябрьского округа Иркутска Владимир Приловский. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вот по всему городу ремонт в этом году начали гораздо раньше обычного и в вашем округе в том числе. Расскажите, как такое возможно и для чего это произошло? Ну, у нас очень короткое сибирское лето, буквально 2-3 месяца, тем более с учетом дождей. Поэтому я думаю, что это правильно, пока ребятишки находятся на каникулах, а взрослые находятся в отпусках. Успеть все ремонтные работы провести именно за летний период, закончить к 1 сентября, чтобы минимум дискомфорта было как автомобилистам во время ремонта приедших частей, так и всем нашим жителям нашего города во время ремонта дворов, строительства парков. Чтобы когда же все вернутся из отпуска, ребятишки пойдут в школу, уже насладиться новым, отремонтированным, ставшим еще лучше Иркутска. Ну, а такое произошло, потому что раньше разыграли тендеры или как вот специально готовились к тому? Да, по поручению мэра были пересмотрены сроки именно конкурсной документации для того, чтобы все конкурсные процедуры прошли в мае, чтобы уже с середины, с конца мая можно было полноценно приступить ко всем запланированным ремонтам. Ну как, успеваете? Да, конечно, успеваем. На сегодняшний день, если брать Октябрьский округ, основные дороги уже сделаны. Мы в этом году отремонтировали улицу Аэрофлотскую, долгожданную улицу. Там сделано расширение проезжей части для того, чтобы немножко разгрузить автомобильный трафик, особенно вечерние часы. Обустроены полноценные тротуары по улице Аэрофлотской. У нас там находится поликлиника детская, поэтому особое внимание уделили, чтобы мамочки с коляской могли беспрепятственно, безопасно попадать в поликлинику. Закончили у нас ремонт улицы Красноярской на участке от 30-й дивизии до улицы Советской. Также сделали расширение проезжей части, обустроили тротуары, ограждения. Проведены работы по озеленению по всем этим улицам. Потому что, когда на улицу строишь, потом уже все недостатки начинают вылазить наружу. Поэтому, конечно, важно обрезать деревья, где нужно посадить новые, обустроить газоны. В самом разгаре у нас сейчас строительство улицы Депутатской. Вообще, если говорить о дорогах, у нас город Иркутск участвует в федеральном проекте «Безопасные качественные дороги». Это позволяет привлекать в город большие федеральные средства для того, чтобы заниматься комплексным строительством дорог. В этом году улица Депутатская является таким якорным объектом на территории Октябрьского округа. Мы меняем полностью эту дорогу от Советской до Волжской. И на Волжской поворачиваем и уходим до улицы Байкальской. Это почти 3 километра протяженность дороги, меняется полностью асфальтовое покрытие, обустраиваются с обеих сторон тротуары, делаются ограждения, делаются озеленения, меняются все остановочные пункты. Ну вот то, что вы говорите, это называется комплексный подход. И теперь у нас только такой подход используется, да, в ремонте? В основном да, потому что когда заходим во двор и начинаем обсуждать с жителями, параллельно возникает очень много вопросов. Потому что многие микрорайоны, допустим, как солнечная застройка была в начале 70-х годов, было заселение, потому, конечно, тогда нормы совершенно были другие. На сегодняшний день у людей появилось больше личных машин, поэтому требуется расширение под парковочные карманы, увеличилось количество ребятишек, поэтому детские площадки вот с таких нужно расширять, да вот с таких, потому, конечно, требования уже современные, вместе с жителями это обсуждаем, и благоустройством одного только проезда уже обойтись нельзя. Где-то требуется освещение, где-то нужно обустроить новую контейнерную площадку, для того, чтобы она была комфортной, и житель мог дойти с мусором до контейнерной площадки. Поэтому в основном, да, на сегодняшний день все дворы делаются комплексно. А какой объект по объемам работ самый масштабный у вас этим летом? Ну, что касается дорог, это то, что я рассказал, улица Депутатская, это действительно важный проект, долгожданный, мы его ждали, делали проектирование, перед тем, как приступить к работам. Что касается общественных пространств, ну, наверное, самый важный, это третий этап мемориального комплекса Иерусалимская гора, потому что мы начали с вами работу в 2017 году, была обустроена Иерусалимская лестница. В 2018 году мы соединили Иерусалимскую лестницу с выходом в 130-й квартал, и на сегодняшний день полным ходом идут работы, уже идут к завершению. Это большая аллея, которая у нас соединит в 130-й квартал, с выходом на улицу Байкайскую, где у нас находится театр Аистенок. Там идет большое благоустройство, обустраивается очень широкая, красивая аллея, делается линия наружного освещения, для того, чтобы территория была безопасной, просматриваемой, светлой. Обустраиваются памятные знаки, как и в прошлом году, рассказывающие историю тех людей, которые строили наш город до нас с вами. Там будут также выставлены знаки всех религиозных конфессий города Иркутска, которые участвовали в обсуждении этого сквера, которые на сегодняшний день контролируют вместе с общественностью, вместе с мэром, контролируют строительство. И обустроены четыре больших беседки, в которых можно будет посидеть, отдохнуть, прочитать ту историческую информацию, которая будет там установлена. Если уже мы в культурную такую сторону ушли, можно говорить и о спортивной части. Я знаю, что скейт-парк долгожданный отремонтировали, и теперь там подростки, дети с удовольствием, восторгом катаются. Еще есть такие объекты, которые именно к спорту? Да, скейт-парк не просто отремонтирован, скейт-парк перенан в муниципальную собственность, теперь им занимается городской спортивно-методический центр. За скейт-парком закреплен ответственное лицо, закреплен конкретный тренер, который занимается обучением ребятишек этому виду спорта. По спортивным объектам мы в прошлом году взяли хороший темп по строительству школьных стадионов. Октябрьский округ, он отличается от всех остальных, потому что очень плотная застройка и свободные кусочки земли, конечно, больше используют для строительства детских садов, школ, расширения дворов. Поэтому было принято решение заняться развитием спорта именно на школьных стадионах. Во-первых, у стадиона должен быть хозяин, тот, кто будет убирать, содержать, если что-то сломалось, ремонтировать. Вот в прошлом году мы сделали стадион 22-39 школы с использованием искусственного покрытия. Это первый раз такое в городе Иркутске. Оно себе зарекомендовало, как хорошее покрытие, ребятишки с удовольствием играют. Расскажите, у вас лично в Октябрьском округе есть любимое место, где вы любите проводить время? Ну, я знаю, что у вас мало свободного времени и все же. Я бы, наверное, назвал Острова Конная Юность, потому что там очень нравится гулять моему ребенку. Мы с сыном часто на выходных там бываем. Там, я думаю, иркутяне все знают, там очень большая детская площадка, которая не могла вместить в себя всех ребятишек. Поэтому на сегодняшний день уже эта детская площадка на юности увеличена в два раза. Мы в этом году нарастили почти 900 квадратных метров в этой детской площадке, увеличив количество малых архитектурных форм, чтобы больше еще ребятишек могли там быть, гулять, посещать и играть. Очень интересно. Спасибо вам большое за то, что нам так все подробно рассказали. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok